Здравствуйте, друзья. Жители Курской области просят солдат в СУ сделать с Путиным то же самое, что с Хусейном или Каддафи. Героям слава. Давай, братуха. Никто не бежает, все достаточно вам. Нет, это ваши новины, преподносит, что мы вас тут вбиваем. Командир, прекрасно в войне знаешь, пропаганда, нагнетание. Спасибо вам, спасибо. А так в этом отношении обеспечили молодцы. Все, благодарю вас. Берегите себя, удачи вам. Удачи. В суд же снесли памятник Ленину. Декоммунизация, о которой так рассказал Путин. Это у них декоммунизация называется. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Путин сказал. Путин показал. Как обычно всех переиграл. Как обычно. Жители суд же на украинском языке рассказывают бойцам ВСУ, что они забрали из местных магазинов все, что там было, вместе с тележками. Потому что администрация разбежалась, а кушать нечего. Добрый день. Слава Украине. Все у вас хорошо, никто вас не обижает. Действительно ничего, видите. Не, ну, вижу, понабирали, нормально. Набирали, что? Не мажут. Вы, скажите, вы тут же сами? Вы местные жители? Я с границы. У меня там хату разбили, меня тут люди приютили. А вы местные сами? Да, да. Ну, все нормально, украинцы вас не обижают. Нет, мы ж дружили, Господи. Ну, а кто в чему винен? Кто? Это все государство, правительство. Мы ж вас не смертны. Берите, что хотите. Это все ваше. Вы что? Чтобы пупу сварили. Конечно, берите, что хотите. Все. Слава Украине. Героям слава. До побачення. Бережите себя. А, можно брать все, что хочешь? Знаете, нам такое очень нравится. Мы на референдуме обязательно за Украину голосовать будем. Я, извиняюсь, вы местный житель? Да. Да? Что, вас украинцы не обижают? Нет. Нет, у вас все есть и пить хватает, всего. Да есть и пить, мы в магазине ограбили. Ага. Ну, что делать? Не, ну, правильно, правильно, конечно. Это же ваше все, это же не наше. А девочки набрали питьевое, консервы взяли. Слушайте, мужчина, у меня сестра в Белгородской области постоянно спрашивает, а когда украинская армия и туда тоже придет? А то она тоже хочет тележку с продуктами утащить из пятерочки. Освободитель. В шоке от того, что жители Курской области бегут от войны. Они с оружием в руках идут защищать дворцы Путина и его олигархов. Хочется обратиться к мужскому населению Курска. Вы там что, вообще, блядь, края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если, блядь, у нас все мужики будут включать заднюю и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары, блядь, и так далее, что вообще будет? Вы что творите? Куда вы уезжаете? Отдайте машины, блядь, твои пацанам. Дайте им гражданские тачки, чтобы они могли передвигаться на них хотя бы. Еще что-то. Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы, блядь, остановитесь. Не-не-не, неправильно. Зет, зупинитесь. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе. И вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателе фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Через три дня враг будет вытеснен за пределы наших границ. Шесть дней уже прошло. Я не уверен, что это рабочая схема. «Газпром» заявил, что он продолжает подавать газ через газоизмерительную станцию «Суджа». Российская сторона полностью контролирует всю ситуацию. А посторонние люди в форме солдат ВСУ – это просто контролеры, которые зашли сверить показания счетчиков. В Москве двух полковников ФСБ приговорили к девяти годам колоний за то, что крышевали католическую церковь. Это наш храм. Мы тут молимся. Че, платить будешь? Или тебе свечку задуть? Москва. На станции метро Арбатская внезапно сработали двери взрывозащиты. Причем их заклинило наполовину. Самое интересное – это то, что верхняя кромка дверей одной формы, входной паз в арке другой формы. Как такая дверь вообще может закрыться? Как такая дверь вообще может закрыться? Я смотрю, никого не смущает. Коллаборанты и оккупанты за три дня до нападения на Украину уже присматривали себе квартиры на Крещатике, в которых через три дня будут жить. Второй год. В общем, я должен был быть политконсультантом несостоявшегося правительства Украины. Веглые, в смысле, которые с Януковичем перебрались в Россию? С Януковичем или позже куча всяких разных персонажей. Никто не собирался воевать, поэтому никаких бронежилетов. Ну, на самом деле... А, то есть реально подбирали квартиры в центре Киева, чтобы там с комфортом разместиться? Серьезно? Да. Вот ты это все видел? Ну, так это да. Ты тоже выбирал? Слушай, я плохо ориентируюсь в Киеве, но где-то мне надо было бы там жить. Больше это был, наверное, парад. Должен был быть. Но как-то он сразу с первых минут не задался. Не задался, да? А что так? Что-то случилось в Ярославле. Местный бизнесмен в честь... В честь дня своего рождения заставил сотрудников везти колесницу, в которой он важно ехал в образе фараона. Тут анхамон на минималках. Иркутск. Мигранты обустраивают город под свои обычаи. Ментов без всего. Торгуем всякими позами. Все открытое. Не понять известно, где, когда сделанное. Вот она тут ходит. Торгуют приспокойно. Платят ментам, видимо, местным. Раз ее по сей день никто не убрал. И все в порядке. Видите, как все хорошо? Они все здесь стоят. Парни здоровые стоят. Наши мальчики, 19-летние, оборону Курска держат и погибают. А эти стоят черепахами торгуют. Нормально. Никто их не проверяет. Нашу администрацию все устраивает. Так это же вообще ужасно. Что это здесь устроили за бардак? Документы-то у вас есть на продукцию? Женщина. Документы-то на продукцию есть? Нет, конечно. Да вы что? А вы покажите, мне интересно. Я живу в этом... Я живу в этом городе. И какой простой бабуля, а себе домой. Вас устраивает... Вот, извините, иркутяне. Вас устраивает, что такая торговля идет? Вот здесь на улицах? Конечно нет. Не устраивает вас никого? Потому что здесь антисанитария. Правильно? Правильно. Ну, наших всех... Наше правительство и сотрудников милиции, видимо, все устраивает. Раз я уже неоднократно на нее пишу, и бесполезно. Вы должны жить у себя на родине. Иди домой. На родине здесь. Родина здесь. Родина ее. А умирать за нее должен ты. Не перепутай.